все погнали мне не загоражу главное чтоб я был и палитры давай что делаем такой сделаю охотно а потом он превращается на фоне это пёс а вот доллар денежный код так валюш набираем обычные ну какие-нибудь ухристые что-нибудь возьми а ты очень жидко жидко то есть ты сразу начинаешь рисунок я думала это вообще будет какой-то сиренин как небесная голубая королевская голубая так валюш мы с тобой вначале будем компоновать всего нашего кота то есть чтобы он вот в нашем холсте никуда не сдвинулся ни в бело ни вправо поняла что конкретно так по композиции как нам нужно поэтому мы сейчас его большими формами закомпонуем пока без прорисовки каких-либо там деталей вот так я буду знаешь на ютубе окей да нормально у каждого твой стиль общения нет чем естественнее чем естественнее тем лучше ну это да это да потому что вот этот вот выровненный чересчур да сушка то до конца мы сделаем чтобы видно было да он будет до конца у нас получится смотри ну какие тут пока что еще закомпонуем его обычными с большими формами то есть большой ты можешь чуть-чуть поменьше я боялась потому что у меня полст большой как полезно меньше даже то есть вот закомпонуем большими вначале формами да но я думаю компоновку то можно уходить хоть как а потом ты мне покажешь что ты нормально нормально да мы сейчас будем с тобой прорисовывать смотри чтобы у тебя все получилось и чтобы все поместилось ты готов ты рисовала шарсовом ты видишь я начинаю это пятнами жени работать начиная работать пятнами и уже уже закрыл закрашиваем пол ты так не делаешь да ты сразу кладешь цвет я подмалевка а я полюбка я полюбка я полюбка ну ты по-своему немножко ничего страшного ну ладно давай наметим с тобой уж покой мы смотрим валюш сколько вот это место да занимает естественно сейчас немножко будем корректировать там ушки где сильно не торопись я вообще торопуга я понимаю у тебя работа такая торопышная смотри ушки да вот как вот этот вот а куда они идут ракурсы дальше будем потом глазки да вот уже разметила нос я вот тебе чтобы объяснить глаза где там высшая точка ну да ну да 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 вот пока просто намечаем разумечал потом это носит и и относительно наших это она не обязательно должна быть она вот как то есть к оборуду что глава-то у нас как бонша поэтому она тоже отмекающие люди за ней нормально не менее если мы отойдем потому что столицы если по теме не бесят а если начинает вот это какой цвет валюш это у нас цвет очень классный я на нем сижу это индийская это желтая красная как она оранжевая что ли короче индийская индийская какая-то индийская желтая она темная и как бы и охра и она очень крутая очень крутая и так давай мы сейчас с тобой это прорисуем немножко рисунок то есть вот эти вот еще да немножко тоже наметим и глаза потом начнем посыпать где там 3 вот толщину носа толщину носа на рисунок пока просто наметим пока мы еще не точно не попадем в этом случае глаза чтобы мы видели сразу вот рисуем вот этот вот рисунок чтобы мы заметили сколько этот меск даже только комплиментов вообще мне да пожалуйста что вы спрашиваете картины на красном фоне что вы хотели сказать что я хотела сказать ну на самом деле да она называется я в домике это интерьерная работа она не совсем живописное полотно а для современного интерьера будет служить акцентом поэтому что-то хотелось яркого сочного и девушка родилась каждый сам может решить что это значит я тоже тогда нарисую кота у меня вот сына кота вообще спасибо пожалуйста он так наглый просто невозможно валюша потихонечку намечаем глаза но человеческий курорт у тебя валя на это посмотрел тогда работает это так валюша ты у меня торопык вперед всех паровозов почему исправь у тебя человек ракурс посмотрел на тебя прям смотри а у тебя наклона да давай я сотру сейчас все подожди ты сильно не стирай ты просто не сотру левую часть чуть-чуть не потяни все сейчас мы с тобой в основном всю форму все это будем прорисовать уже в свете мы сейчас мы сейчас даже не будем там выше потому что мы сейчас буквально оранжевая ничего что будет оранжевая ты ведро можешь сюда поставить да давай продвигали все и вот затронули теперь единственное мне кажется что у нас не получится потому что у тебя есть что? холст больше и что? нормальный тебе на нем? нормальный да у нас это разное я очень хочу что-то потянем везу да возьми сумеречку да ну смотри вот так вот да так да да вот в начале как бы там намечаем ну сразу видим да что вот оно и там может поднять потом подкорректируем так вот уже лучше с наклоном да ухо пока то не прорисовывается оно будет немножко это вратко все вырисовывается там шума ага так быстро уже успела стереть и опять нарисовала так глаза пока у нас глазницы большие но мы потом их сделаем там цветом подкорректируем уже сейчас не хочется уже просто еще стирать миллион раз ну больше так 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 по-новому так что там вот это там тело туда ушло да я как бы квадратным квадратными такими формами да я в основном квадратными потому что нас так учили и так это легче потому что когда ты рисуешь у тебя круглой формы ты никогда не попадешь в это в правильное а Кузин наоборот говорил что никаких квадратов да он сразу формы круглые он вообще ничего не рубил ты когда ходишь на мастер-красе все равно у тебя своя стилистика уже есть как ты пишешь так накидываешь ты просто слушаешь и делаешь как тебе комфортно он наоборот если тебе так хотя в принципе надо если на мастер-красе ты должна все у тебя делать ну лучше да лучше потому что у тебя все равно это останется и потом все равно это смешается с твоим бывает что некомфортно но тут конечно очень очень так ну вот смотри с наклоном с наклоном вот уже лучше давай дальше и это как сама воточка уже так теперь давай наметим потихонечку нос и мы сейчас уже будем с тобой прорисовывать потому что я не люблю делать долго я в основном начинаю да я в основном буквально намечаю что там плюс и минус и не проще с рисунками в основном вот люблю потом мазки накладываются как зовут меня Женя Женя офицерова офицерова а что это не офицерова что ли а что это где-то в фейсбуке или инстаграм нет в инстаграме и на фейсбуке мне не очень заходят Валюш рисунок сделала да вижу ну ты просто повторяешь за мной я тебе буду говорить вообще рисунок практически никогда не делаю я только намечаю чуть-чуть а потом уже цветом да но нам с тобой сейчас немножко воровай давай раз шучу да так здесь у вас можно конечно фиксировать то можно конечно потихонечку рисунок вот эти вот линии как бы это основные которые они нам помогают для вот не то что просто они какие-то эти они вспомогательные для нашего это угу потом мы уже фоном там вот это вот все круглое что обрежем что под этого уже фоном чтобы то есть подрезать уже все так это нарисовал отлично все хорошо нос тут у нас обычно я этим рисует треугольником да потом уже там будем цвет добавлять уже спускался так и по глазам по глазам здесь светлые не будут тут у меня уже не видно я сейчас этим одним цветом рисую не видно уже глазницы потом отрисуем нам так муха сюда идите так еще вот отсюда все здесь музыка слушая раньше тоже была музыка не до вот так сюда прибавляем еще немножко головы и мне по крайней мере надо будет добавить так усы не будем пока это то все а но еще вот этот вот рисуночек вот то что от глаз у него где рыжий рыжий и белый немножко так наметим все я вообще знаешь иногда в основном я их вообще с ноутбука перевожу мне потому что некогда все готовы и нормально получается ну в смысле беру бумагу вот эту же размеры чтобы быстро это же прикинь полчаса я сижу для меня я не прорисовываю только у тебя то другой стиль может из этого и потом и страдает а я то а я то если его буду рисовать еще с рисунком и еще у меня 4 часа на него уходит так это вообще и поэтому я в экономии времени с детьми приходится мне вот так вот каких-нибудь там больших котов так ну вот ладненько окей давай все мы с тобой короче это я обычно у меня тряпка лежит на палитре вот так и я вот так я в руке всегда вот а я в руке нет я что-то как-то училась давно уже мне тоже раньше когда я училась в училище все отлично кот мне твой нравится сейчас будем дальше прорисовывать все итак давай фон фон мы возьмем он будет у нас тоже бежевый бежевый да не синий как на картинке а бежевый так у меня тут была кисточка кисточка подожди я привозила 4 одна побольше еще для фона я взяла видишь а вот она все 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 пришла я тут что-то положу чтобы пачка давай ты делаешь фон а я потом твоей кисточкой посмотрю да давай ты свои эти щетины что-то решила не у меня нет у этой а синтетики как у тебя а блин а я бы тебе думала это синтетика то есть нет вообще у меня то синтетики лежат ты же хотела вроде покупать что-то я бы тебе хоть привезла тогда что да а полька то где она что здесь каждый день приходит да полина полинка да мне кажется ну у меня там снимается у меня вот такая идея на ней это ну давай тогда ты делай а я потом посмотрю давай я тебе дамки на это не не щетины не надо так там вот из этих кисточек теперь будем делать фон фон и вальчик значит как мы пишем есть такие хитрости объясняю тебе смотри у нас определим да откуда падает свет у нас на кота покажи мне где свет вот здесь тень смотри вот здесь даже уже видно что там где свет фон мы делаем темнее да там где свет мы делаем его да чтобы у нас вот при помощи как бы этой хитрости у нас создается воздушная среда сзади фон то есть он не прилипает у нас к нашему персонажу да или там какой-то не знаю к нутюрморту к бутылке а то есть создается вот такое как бы ну что сзади есть пространство ощущение как бы это ощущение пространства вот вот я как бы начинаю ну не всегда с фона сейчас посмотрим с чего мы начать ну начнем с фона заложим вот эти большие пятна для чего для того если мы начинаем вот кота писать к белому фону то мы бывают очень сильно будем ну можем большая вероятность что мы не попадем в тон в тон вот этого кота и потом даже я иногда иногда рисовала у меня даже такая ошибка бывает если фон не залью первым делом у меня бывает что это все давай давай я когда пишу пиши не парься я пойму я когда-либо пишу да я поэтому я тоже эту королевскую везде суешь я ее тоже везде сую я ее везде сую но не везде тоже ну давай вот поэтому мы сейчас вот поэтому мы сейчас зальем такими небольшими этими пока что это еще не окончательный наш фон но тем не менее мы его набросаем чтобы мы с тобой писали не мазочки смотри то есть они у меня не все в одном направлении так же да естественно они у меня все в разном направлении так 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 под разными углами да вот вот там вот например здесь у нас мы сделаем темнее шерсть а фон у нас здесь будет светлее поэтому мы здесь немножко добавляем светлую краску то есть вот это вот уголь все дело в кистях оказывается ну и почему у меня краска не ложится на холсты как это за кистей щетина она слишком в кистях да очень много берет на себя кисть а синтетика она прям ну и получается мазки синтетикой такой вот который у меня очень мягкая синтетика они не получаются мазка текстурного вот я только я уже сколько лет 10 лет я только на их художнике я пробовала всякие разные синтетики из других фирм но это самая круто они эластичные такие вот прям поддающиеся очень крутые мне нравятся так и здесь мы значит заложим тоже чуть-чуть пока пару тут этих штрихов сейчас я тебе отдам и ты попробуешь ей пару штрихов но мы там возможно потом даже высветлю тут еще побольше прям какие-то белые пятна за составе визу подушку как у тебя на картину такого формата времени уходит? ну слушай сейчас узнаю на 20 на 20 сейчас я уже настолько натренировалась их писать что это и я обязательно добавляю вот например у меня фон теплый да? для теплого холодного да обязательно холодные маски обязательно пару холодных фон это вот и есть тепло-холодность да? это и есть да вот как раз потом она получается еще круто мне тоже нравится вот у меня тут сейчас уже немножко грязные маски потом это у тебя разбавитель чистый да? нет подсолнечное масло подсолнечное пенен какую-нибудь и лак а тройники я тоже на тройнике ну тройник у меня да я лак добавляю тыс поехали давай давай это у нас все сейчас будет чисто так просто мы заложили хотя бы тон тонна нашего чтобы не был белый фон и потом будем потихонечку прорисовывать это давай я за тобой как раз буду следить и все блин прикольно так че 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 а прикольно это Валюш ты пока этот цвет не бери смотри вот этот не бери да этот не бери пока я брала смотри я брала для вот для темного да? с него сейчас начнешь давай индийскую так вот индийскую голубую и вот эти вот две короче вот индийская да? индийскую с синим дни бери с синим это единомыш�ов у меня индийская закончена зеленая получилась индийской больше нет индийской выдавишь я имею ввиду у тебя зеленый немножко давали индийской у тебя что нет индийской нету я вообще так подожди а какие у тебя вообще цена есть можешь можешь записать я не то что я твои хочу это использовать я в не веду у тебя получается таких цветов вообще нету желтого либо какие поливы нет у меня я не знаю использую кадмий этот желтый желтые и темные есть есть и оранжевая всех в краске которые от меня оранжевый и оранжевая мне как меня нет есть просто раньше я спуткала все что-то принесла ну все я повторяю поэтому вот индийская желтая необходимый цвет тогда мне нужно ты очень много берешь краски ты не торопись ты не торопись потому что у тебя получается консистенция неправильно по чуть-чуть начинай по чуть-чуть чуть-чуть взяла да и потом если чувствуешь ты должна научиться набирать на кисточку правильную пропорция вот когда ты например чуть-чуть взяла потом с опытом ты уже будешь лучше брать то есть уже как бы это ты не ем права что ты вот эти две взяла да ты мой золотой да нет вот эти вот пока бери вот эти вот это немножко разбиляет то есть когда ее добавляешь она немножко разбиляет чуть-чуть этой по индийской давай подождем я сейчас попробую сейчас попробую до другой разбавитель у меня нет я нет не знаю я просто в своем неудобно я просто это нужно консистенцию эту и возьму с кисточкой это с опытом тебе придет вот видишь немножко это немножко можно это добавить ну-ка давай мы с ним ух ты еще холст и какой делючи те надо просто побольше сейчас краски берем консистенцию правильную на воде немножко этот холст у тебя силу впитывающих раз я у меня киеве тишин поглаж по чуть-чуть да ты начинай с малого и по чуть-чуть ты будешь контролировать вот этот процесс набирание краски мышь на теперь это у меня такая варуша это у тебя даже нет это не аплитанская желтая нет и нету у тебя там но это но тоже классы на кстати сейчас уже рассчитались а это очень картину это у сергей волков и хорошо шефер можете с этим он очень классно он учился лучше не как и шефер получается самоучка просто нет курс не это он закончил чё-то ну как бы какую-то школу закончил вот хорошо тебе шефер набирается я свечи это уже большой такой мазок ничего не все сразу потихонечку набирает чуть-чуть круг ну я подвешу сразу вот такие я тоже поняла он меня на пленэр позвал поеду с ним на пленэр вот самоучка сразу выдает да я знаю я себя сразу выдала у тебя слава богу свести и тебе зло что ты не в реализме как мы работаем знаешь просто реализм то он сразу наружу все все видно и что ты себе представляешь то что там такие суровые законы что-то не шаг право не шаг влево это нужно где на дискотне оркестр не будет потом тут прям такая все это оркестрово так что надо за этим кисточком короче бежать они очень крутые ты вот к ним если так стоп чуть-чуть больше смотри ты немножко неправильно накладываешь краски так смотри ты начинаешь раскидывать везде это не надо так не надо это нам вообще не помогает вот то что ты тут положила мазок понимаешь он вообще никак не касается нашего кота то есть мы должны нет ничего не не делать я тебе просто объясняю что потихонечку мы начинаем как бы в касании работать я просто вы просто залили фон обычно художники да они работают в касании то есть начинаю вот как какого-нибудь пятна то есть чтобы нам в тон попадать постоянно и когда ты кладешь мазок сюда то есть он тебе не нужен вот сначала залей вот ну как я вам дело да вот здесь кусочек здесь то есть потихонечку мы растем от одного пятна и распространяемся то есть по холсту класс это логика вообще-то кири-кири-кири-кири-кири-кири-кири-кири-кири нет это не то ли то и сложно во первых очень вот когда ты сделаешь так ты более сосредоточен это логично и более снимаю что ты более сосредоточен и ты понимаешь как теперь то есть это лилер легче по сути получается все же без маска нужно доехать год уже маска вот я бы здесь положила тут все не убегаю ничего да да старайся сосредоточен и работать иначе ты будешь перемазывать сто раз вот кусочек положил потом она тут уже и с черным это не черный, это ты, я у тебя взяла его это умбра, я знаю, она это уже с черным с черным куда? у меня мастер-класс ты поела? а сейчас мастер-класс пиши, рисуем, рисуем нет, я не сейчас говорю, потом потом, ну, когда я не знаю, потом пойду ну, через два может даже пораньше два часа будем писать пораньше я думала мы с тобой за час ну, нет, я-то могу за час ты пока мы сейчас тут одной кисточкой знаешь одной кисточкой ты мы сейчас что ты мне не сфоткала их я вот сижу я вот сижу ой, Валя, что-то мы с тобой про кисточки вообще не поговорили ты могла бы хоть забежать без тронка художник что-то мы про кисточки вообще сделаю ну, вот остаток хотя бы я поняла надо и мне надо к ней привыкать ты да, ты пока кисточку оставляешь я потихонечку начинаю рисовать кота а ты вот это и рисуешь большой ну, давай поняла? а я вот это и потому что у нас как раз форматы маленькие и подойдут так, ладь это воздушное пространство так кота здесь у нас будет мы сделаем здесь фоном вот надо подумать рыжий ладька начинаем с этой Сохара то есть он рыжий у нас? не Сохара, а сытый где у тебя? индийскую желтую ты куда смотришь? я просто не знаю какие цвета там у тебя индийскую желтую мы ее везде суем мы ее везде суем будем ссивать в рыжих котов я рекомендую сейчас нам с тобой нанести вот эти вот пятна и рисунки то есть они у нас будут в нашем коте самые контрастные поэтому мы потом будем от них отталкиваться давай мы возьмем нет, здесь уже мы берем вот эту да я сейчас просто давай вспоминаю я тоже их не под марс марс да нет, я все помню у меня просто когда я начинаю объяснять и рисовать мы нанесем с тобой вот эти вот рисунки и потом будем от них уже отталкиваться каким нам делать так, у тебя разбавитель в каких пропорциях? ну у тебя нормально, не слишком много, не слишком много нет, я не имею ввиду, вот у тебя баночки я просто у тебя взяла мы их потом будем с тобой обрисовывать бывает спирит, я говорю тебе, а в каких пропорциях с маслом? больше, много масла много масла и мало этого всего ну не то что мало ну в общем где-то ну где-то если 70% масла и по 15 разбавителей лаг, да? ну да да, где-то так потихонечку с тобой набираем тон нашего кота здесь у него в его шкуре будет также у нас с тобой присутствовать и холодные и теплые оттенки и синенькие и зелененькие, да? мы с тобой сейчас будем его потихонечку рисовать и вот между этими между этими будем сделать посветлее и мы будем их как бы обрисовывать но потом мы еще добавим в любом случае еще светлее то есть сейчас я в основном закладываю, знаешь как а это в начале я не вот этим, например белым я его в начале белым не закладываю сейчас мы с тобой перейдем да и здесь то же самое вот смотри, да, вот эти вот светлые части мы их такими светлыми сразу не пишем мы их пишем тона на 2 ниже темнее да, темнее чтобы нам потом можно было это добавить с такими акцентами уже светлыми и чтобы у нас был были хорошие плавные переходы светло очень берешь светло, пока темнее берем так, то что вот здесь у нас с тобой в этом вот в этой части у котов то есть у них как бы будет темнее чтобы нам создать анталопцы переходят, да? то есть немножко по другим рамкам даже видно что здесь да, вот эта вот часть то есть здесь уже у нас где-то будет другое мы его пока что вот так вот покажем слушай, а как сохнет у тебя на этом масле вот так долго? да я не знаю, быстро сохнет у тебя аж сильно-то и нет ну вот я плоский считаю ну как бы не так объемно как у меня все равно да у тебя-то совсем уже ой слушайте, я котов уже давно не рисовала вообще, давно я уже давно котов не рисовала я щас рисую всю какую-ню онлайн Pichino для магазина рисуй всякую фигню а что готов делать? а так как долго? а мне надо 15 минут а я думала ��를 уже tiresаться 15 минут я уже думала мы до 15 минут Валя то уже не может Валя не может так долго Валя не может долгождать. Валюша, сейчас с тобой быстрее. Она меня уже так торопит. Два часа, ты что? Да, побыстрее. Валюша, затронемся по ушку. Под темнее его сделаем. А мы еще никак. Опять Марс? Мы с тобой изначально еще корректируем. Рисунок обязательно корректируем. Здесь у меня Марс и Небесно-голубая. Вот это. До сих пор не расставаешь. Ваши ребята расставают. Да, мы долго-долго-долго. Потихонечку, пока полигонечку. Стараюсь, чтобы Валя за мной там успевала. Валя, я тебя сейчас умру отниму. Ты мне, пожалуйста. Слишком грязно, да? Не то, что грязно. Ты хочешь в тон выиграть за счет темных пятенок. Мне, знаешь, мне контрастности не хватает. Вот такая стилистика. Все это. Да. Я тоже это делаю в мастер-классе. Я тоже самое делаю. У нас будет еще контраст. Я понимаю, что делаю это надо. Да у нас еще будет контраст. Ты же видела у меня все контрастное. Вот тогда в Умбру туда пожилой. Да не в Умбру. Я понимаю, это прекрасно. У меня тут немножко телефон в не очень хорошем состоянии. У меня его малявки просто задолбают. Это вот по кому-то вот так, когда много говорили, да? Вот, посмотрите. Вот тут моих дальше. Ну, там пейзажи мимо. Ага. Они с лестницы выкидают со второго этажа. Ой, какая главная. Я чуть-чуть туда. Там вот кошки. Смотрите, по кошкам. Все контрастно. Я тебе говорю, ты хочешь выиграть за счет черноты. А нам этого не надо. Поняла, поняла. Мы с тобой будем правильно выбирать топ. Маш? Какого? Мексика. Мексика. Вот. А, да что-то я давнишнюю уже. Да. Ну. Валюш, теперь ты к нему в этот. Вот второе ухо. А я это... Цвет у меня что-то не очень. Вообще, свой... Я помню-то идут на... Этот... Спиртовыми, чернилыми точнее. У меня теперь... Облачко такое. Вот. И я их уже сейчас не рисую, потому что... Мне надо на магазинах вотать. Бабло рубить надо. Надо не котиков рисовать. Бабло рубить, да. Котики-то были для души. Я от нее ничего не оставляла. Вчера продажа случилась. Полина, ну это чисто... Чисто тебе повезло. Да, повезло. Я на самом деле не могу вот так вот. Каждый день. Я вот три месяца каждый день вкладываю. Все. У меня уже все. Я не успешно. Ничего себе. Я... Так. Валюш, мы с тобой сейчас потихонечку это... Давай-давай, ты потихонечку это... Да, я смотрю. Подтягивайся. Да, ты старайся исправлять то, что это. То, что не вот прям за мной мазок-мазок. А старайся там подправлять в своей работе штука. Ага. Вот эти вот части мы будем с тобой рисовать... Точнее, писать, накладывать. Ага. Вот таким вот образом. Смотри. Не вот так, а вот так вот, да? Ага. Они... Их много неаплитанских. Вот надо нам было оставить. Видишь? Они неаплитанская желтая. Здесь неаплитанская желтая. Давай... Вывали вот на картонку. И вот там... Потому что ты сейчас... Искать. На. И ты будешь брать. Мне-то... Я-то видишь... Расходую... В принципе, я пишу не так-то, да? Достаточно пусто, но расход у меня... Заметься. Куда у меня он делся? Куда краска-то ушла? Я вот так, знаешь, не могу... Почему-то кисточкой намазать вот так. У меня не получается. Кисточка не та. Я, короче... Кисточка не та. Вначале мастихин. Накладываю. А потом мажу это... Мазки такие, девочки. Мне нравится. Чтобы что-то... Прямо жирный такой... Да-да-да-да. Мазок прям вот как это. И видишь, в принципе, тут и как бы и масла достаточное, и все это. Так, ладненько. Давай дальше. Мы сейчас с тобой глазком перейдем. Сделаем такие яркие... Эти... Темные акценты. Акценты. Так, скажу. Женькие все цвета, короче. Кончу. Койдет она в магазин. Это точно. Мне как раз надо там подкупиться. Так, Валюш, я вот тебе немножко в ушки мы добавляем такого розового цвета. Он есть. А у меня нет розового. Ты знаешь какой? Подожди. Подожди. Не розовый давай, а этот. Какой-нибудь краплак. Чуть-чуть прям мне выдави. Не. Это слишком яркий вид. На улице? Мы сейчас уже ехали 33. Щитрышка. Краплак? Это какой вот из этих красных книж был? Ну давай вот этот вот. Вот красный у тебя на палитре чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть меня добавь. Да мне много, наверное. Как он дает. Столько? Угу. Этого нам, мы с этим это справимся. Главное его будет замешать в нужных цветовых. Ярковат он немножко. Сейчас мы его приглушим этим. Вот с чем его сейчас смешало? Это я его смешала с охрой и немножко этот. Немножко палевую. Мы немножко добавим сюда, чтобы у нас было эти ушки. Но потом этот цвет все равно немножко... Тебе ухо да нету? Да не ухо, а вот эту вот. Желтого лифа и желтого. И вот сюда вот сразу возьмем этот цвет. Раз, мы его уже помешали. Полисше. Ты чего не хочешь на интересах? У меня ее вообще не вижу. Да. Ты что, правильно? Почему? Да. Как у тебя? Да что слышать у нас такое? У меня тоже продаж нету. Да я ее сейчас сейчас просто некогда. Пока вот мазнем сюда, потом мы это все обыграем. Ну и что, быстро у тебя получается Валя код объемный? У тебя он уже вышел быстро? Да блин, кого там молю и молю, непонятно что. Как раз фон конторский. Так вот она черным-то замотала. Мы еще будем ведь и фон подправлять их еще. У них еще холст не тот видимо. Ну тебе все равно будет со мной сложно пока делать. Я питываю. У нее еще холст прям вообще такой пористый. Угу. Нет. Я возьму эту. Даша смотри, даже может вот эту. Для глаз. У меня синтетика рублевская. Но она не дешевая, но она самая классная. Итак, глазки Валюша, берем с тобой эту, как ее? Марс. 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 И пока что ничего. Мы не будем. Посмотри, да? Такое ощущение кажется, что там прям черное-черное. Но мы черного не делаем ничего. Потому что черного в природе... Там у него на самом деле не черные глазки. Сейчас я... Это просто так... Я объяснила, почему мы черные. Нет. Это просто так кажется на фото, да. Реально. Потому что нам нужно еще сразу вот здесь вот смотри, чтобы у нас был плавный переход, да, вот этих глаз. Угу. Немножко вот этот вот черный вот сюда вот разбавляем наверх. То есть добавляем такой чуть высветленный. Чтобы у нас было больше этого. И сразу же, естественно, второй глаз намечаем. Где у нас там будет? Сейчас вот немножко большие у нас с тобой глазницы. Мы их сейчас уменьшим. Как нам надо. Оставим достаточное расстояние до носа. Олена, ну что ты хочешь? Я не грабаный учитель. Сижу. Вот как могу. Хотя я не все. Нет, ты вообще нормально. Ты нормально объясняешь, Жень. Вот как вообще. Знаете это? Я не нормально. Ты зря переживаешься. Я вот наоборот смотрю и нет. Я, конечно, учитель из меня тот еще. Ты же художки преподавала. Ты что такое говоришь? Ну я преподавала, да. Так-то у меня, конечно, есть что-то. Задатки. Рассказала, как она преподавала. А что? Как меня туда бутыкнули. Ты же сама ушла. Не, меня уволили. Тебя уволили? Я говорю, ты все хреновый учитель. Сядет там в телефончике сидит в инстаграме. Ну да. Не, мне как бы нравилось это все дело, но там им надо было больше, да. Им надо было конкурсы все оформлять. А для меня это была вообще каторга. Вот это. Я уроки-то вела нормально, конечно, с малышней, но. Витюхова тоже преподавала мне за несколько лет. А потом ставят эти бумажки на заполнях. Берем этот умбру, ты рисуй пока как можешь. Я тебе потом на твоей работе еще чуть-чуть покажу. Ладно, давай. И ты поймешь. Ты пока не старайся вот прям один в один. Все равно у тебя это. Сейчас наметим ему глазницы сразу. Зрачки вот сегодня не глазницы. Я просто когда рисую и говорю, у меня это мысли не состыковываются. Ты же не можешь говорить все. Да, да. Мы пока их закрасим вот, ну как я это делаю, да, просто чисто черно. Потом мы добавим в них обязательно оттеночки. Ишь уже, второе нам масло. Ты не торопись. Прям втучила. Тебе легко сказать. Я понимаю, что у тебя... А мне это нереально. Да, я понимаю. Мы сейчас их будем с тобой отрисовывать. Немножко нарисуем глазки, потом дальше перейдем опять к этой, к морде. Потому что у меня, видишь, она еще вся вот такая, то есть, ну, непропорциональная. я здесь еще дофига надо все убирать, подбирать. Так, глаза у нас такого цвета. Ну, давай возьмем с тобой вот небесно-голубой. Небесно-голубой. Немножко можно этот взять, как его бирюзовую. И так, глазки у нас получаются, ну, немножко там синенького и охру. Охру почему мы везде добавляем? Потому что она придает естественности. И, Валя, у нас получается вот сверху, да, вот где потаете. У нас темнее, да? Вот здесь вот видно. Да, да, да. Тень падает. Да, тень падает вот от века, от верхнего. Поэтому мы здесь их делаем потемнее. Вот прям такой, как бы, полосочкой делаем. Немножко у меня нет неестественного цвета. Немножко. 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 Неестественный какой-то цвет из-за бирюзового получился. Обязательно делаем тень, чтобы глазки у нас, ну, это, объемные были. Выпученными такими не были. Так, ты... Ну, вот туда я просто, может, не то и... Ну, да, смотри, там вот немножко не тот и свет, конечно. Это вот какой-то цвет у нас там. Немножко вот можно синим. Возьми вот этот цвет, потом сделаем. Ты что, не устала писать так медленно? Устала. Устала? Да, нормально. Ты... Может, стул возьмешь? Да, не, не, я стоять не устала просто. Я думала, ну, ну, что так долго? Нормально. Это надо ломать себе. Валюш, ну, да. Ломай меня полностью. Ну, ты такая тоже... А прикинь, картины некоторые художники играют. Да, и фигними. Нет, это понятно пишут, но я имею ввиду вообще... Сам это процесс, а не мазохисты видно. Потихонечку делаем мы объем. Маленькая кисточка. Долго, да. У нас тут еще с тобой работает много. Сейчас, как я звоню, я звоню. Так, и вот давай сразу около глазок, чтобы нам вот здесь, да, тоже не было пусто. Мы покажем вот этот вот, у нас здесь будет полностью белый, вот видишь? Угу. То есть вот нос-то он вот это формируется, здесь вот тени вот они, да, проходят, а здесь они светлые. И причем это ближе к свету, а она светлее, это чуть темнее. Но мы сейчас с тобой вначале там... Мы сейчас тебя замучим. Сначала мы не белым рисуем, не белым пишем. Пишем вот таким как-то. Смотри, неаполитанскую, чуть беленьким и вот королевскую. Ну, чуть-чуть с тобой покажем вот этот глазок, чтобы нам вот тоже все подкорректировать. Дальше вот здесь, вот здесь вот переход вот в этой части, он еще темнее. Дальше будет опять, 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 опять посветные. И тень у носа мы нарисуем сейчас. Тень. Вот эта вот тень, она достаточно активная, да, в этой части. Здесь она уже не сильно активная, но тем не менее есть. Но пока ее покажем, дальше потом мы ее это... Вырисовывается, смотри, что тут у нас корки нет. Смотри. Ага. Не, да свое, смотри, у тебя вырисовывается. Ну, да. Понял. Попиши, попиши, помедленнее. Тебе это тоже будет урок, в любом случае. Все даром не еду. Все просто так не пройдет. Вот. Я, в основном, вот видишь, я как бы работаю так, что я, получается, перехожу. Вот, например, около класса где-то мне уже надоело, я потом раз перейду сюда, вижу, что здесь. И то есть потихонечку я как бы не вот совсем сюда вниз опускаю, да, где у меня здесь еще совсем белые касания, касаний нету. А потихонечку я уже вижу, что здесь немножко наложила, вроде более-менее пока оставляем. Дальше гляжу и здесь начинаю корректировать, да. Здесь потом подкорректирую, более-менее уже получится еще лучше. Дальше я перехожу в следующем. Вот. Так что давай мы сейчас еще корректируем. Вот. Немножко наложим вот эти вот. Это осознанно взял диакционный такой, который... Представьте. Осознанно взялся? Что такое? Понравится. Тот, который спорит с... С самим котом? Да. У нас будет все такое окрестное. То есть акцент на топ, да, я так понимаю? Да. Сейчас Валя запутаетесь. Не-не, я просто, короче, уже подбираю цвет, как у тебя плюс-минус. Нормально, нормально. Ты моими красками рисуешь, у тебя в любом случае, ну, теми же цветами. У тебя в любом случае получится это близко. Вот эти вот, потом нам уже вот эти вот четкие линии, да, мы их будем уже смягчать, чтобы они у нас смотрелись, ну, как шерсть. Они у меня вообще потерялись, пока сейчас найду. и мы их это нарисовываем. Немножко по углу, да. Здесь еще такие. Да, кто ли? Да. Все-таки животных рисовать мне вообще очень нравится. Не нравится? Да. Я вообще не знала, когда я люблю до тех пор, когда я начала рисовать. Когда я начала уже писать, я поняла, что я люблю животных больше, чем вы. Вот. Да. И я тоже. Такая вот, бессознательная меня часть. А, так да, да. С этим ничего не поделаешь, оно вот как внутренне чувствуешься. Валюш, здесь вот мы тихонечко набираем вот этот светлый. Но мы его пока еще с чисто светлым не берем. Угу. Нам нужны, вот смотри, ты знаешь, для чего делается? Ну, сейчас еще белым будем. Смотри, вот видишь, у меня здесь еще не совсем. Потом я вот беру белые вот эти практически, да, вот эти вот части. И у меня получается, видишь, у меня получается вот переход. Угу. Я вот сюда вот сейчас мы с тобой вот эти вот переходы сделаем белые. И нам тут уже переходы практически даже не надо будет делать ничего. То есть они у нас останутся. А если я, например, вот эти вот белым сразу, видишь, он уже у нас вырывается, и его придется потом подмазывать. Я хочу посмотреть еще у дяденьки. Поэтому мы в начале светлые части убираем. Фон, фон мы еще подделаем, тут еще подкорректируем. Ну и так, я и так стараюсь побыстрее писать. Ага. Ты, короче, ты на меня сейчас не фокусе пиши, я как могу, вот это бы повторяю, а потом ты меня подправишь. Потому что у нее уже, ну шапа, у нее уже впереди всего. У нее уже впереди всего, да, а я-то это. Не так, конечно. Так, раз. Да. Я буду учиться терпимости, терпеливости. Мне не надо нам учиться. Это вот придется себя поломать. Не-не, постепенно не надо. Да. Комфортно, когда ты это чуть-чуть. Когда прям резко мешать. То есть у тебя это будет лично справиться. Уходишь в зону комфортности, ничего не поменялось, но только теперь еще не комфортно. Ага. Так, сделаем давай еще здесь. Здесь, посмотрите, какие работы классные. Вот в этой папке. Я уже там появилась, тоже себе даже приобрела, да? Фикерно. Там Москву уедет, потом такие цены будут, что я... Все. Как ты классно реклалируешь? В смысле реклалируешь? Я уже себе оформила в рамках даже. Потом знаешь это... Это... Здрасте... У меня-то есть. И шестон это моя основная проблема, это вообще хорошо. Да, с тоном сложно. Поэтому и мы и мышечки. Взять его... Кто бы тебе это мог рассказать, вот так... Ага. Ну вот, Женя заканчивал шагр, мы-то ничего не заканчиваем. Ну да, у меня только кисточка, она маленькая, я уже в фон вешу. Давай, расслабься, пиши как хочешь. А то так и не у тебя нет, так хоть у тебя получится. Я хочу, как дома это не получится, знаю, какие кисти надо брать, какие цвета надо брать, хоть это, блин, это уже прорыв для меня. Ну да, смотри, видишь, я вот здесь набираю, и сейчас немножко сверху светляю, чтобы он у нас отрывался. У меня тут ухо, это акрил. Да? Да. Она реально крутая, да? Она реально крутая, да? Да, но прям так нарисуемо было. Просто я уже... Покажи, Наташа, какая продажа произошла у меня. Это продажа, это просто бомба, и я ее оформила, как это будет вообще нереально крутая. На аукционе потом за 1000 долларов. Хотите перепродать? Конечно, конечно, я потом за миллион отдам. Но... А пока я буду кайфовать сама. Алло. Здрасте. Владимир, я по цвету вот этот вот цвет. Может, у меня в темне так просто смотрится. Он у тебя просто впитался. То есть ты сама прогрунтуешь еще все толсты, да? Да, абсолютно. А ты-то сама же грунтуешь, нет? Нет. Я сама грунтую. Ну, видимо, мне надо что-то... А ты чем потом загрунтовываешь? Да, я обычно... Это... Полюс. Чем? А? А? Желатином? Нормально? Обычном акриловом покупаю. Ну, обычно. Акриловый грунт. Да. Тожественный, специальный. Да, да. Вот. А я-то сама его делаю. А-а-а. Ничего, что я вот этой вот, смотри. Она очень похожа на твою. А не апельсанская? А это как называется? Телесная тициан. Ну, телесная, да. Одно и то же. Одно и то же. Я на тот же перекидываю, да? На тот же там. Так, Валюша, сейчас с тобой будем спускаться потихонечку вниз. Вниз будем спускаться. Ё-ка. Девочки, добрый день. Ой, здравствуйте, Валерий. Валюша, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Уже маржет опять. Уже маржет. Мне мастер-классают. Что делать? Сутки напролёт. Что делаешь, да? От нас, художников, не избавиться. Если уж мы мажем, то это все это навсегда. Так, Валя, мы теперь должны с тобой сделать небольшой объём носа. Он будет в серединочке чуть-чуть посветлее. Это масло, масло, масло. Чуть-чуть посветлее. В серединочке. Но про тени мы не забываем. Смысл в том, что это нужно начинать со снов. Вот шарик и потом это всё. Я ей говорю про форму, про этот объём. То есть, как бы в живописи вот эта вот последовательность существует. Это понятно. И ты не можешь сразу, например, от чайника перейти к полной обнажёнке, да? То есть, вот этот пробел у тебя большой, и ты его никак не сможешь исполнить, если он у тебя есть. То есть, сначала, вот как училище, например, наручат, они рисуют сначала там элементарно, сначала вазу, сначала тюрьморку, ну предположим. Потом они… Ты мастер-класс это не даёшь? Нет. Потом они вот рисуют портрет головы, потом там полу… Ну, я это всё помню, я проходила. Потом с руками, потом полу… Потом уже к обнажёнке перейти. Не подала значение тону. Вот в этом карандаше я вообще его не терпеть не могла, только углём могла от пятна работать. И, скажем так, вот как вот Валя, были такие лёгкие там, не замороченные работы. А сейчас приходишь уже к тону, ты понимаешь, что тону тоже как бы без него никак. Валюш, наметим с тобой носим. Какая он там форма? Мне кажется, всё так криво косо получается вне дома. Необычно. Близко сидишь, конечно, не видишь. И ещё это дома-то уже превышенная обстановка. Валюш, потихонечку давай с тобой сначала замажем его общей формой. Да, вот как я смотри, общей формой, и потом мы уже… Я тебе объясню, какие там формы тоже у него есть. Сейчас у меня немножко большеват получился. Пока его оставим, и давай перейдём с тобой к белому. Вот у нас здесь нос будет тоже здесь белый. Вот здесь вот уже свет светлее эти части. Здесь мы ещё будем высветлять, потому что здесь у нас практически будет белый свет. Точнее цвет белый. Ну я потихонечку, вот сейчас видишь, у меня уже вырисовывается объём, да? Ну то есть он это… Больше на это… Ну форму, форму появляется. У меня ведь куда-то пошли гулять, малявки мои. Сейчас, не дай бог, они меня будут дёргать. Ну… Тебе звонить начнут? А? Начнут тебе звонить, что ли? Да. Да. Вячеслава, и всё, и всё, и всё, и всё. Да. Поэтому я их не беру нигде. Валюш, переходим с тобой потихонечку к этому… К… С этого… О, господи. Белому цвету. Вот здесь под носиком. Угу. Давай. Смотри, он у меня не белый. Видишь цвет какой? Угу. Мы его в начале белом не делаем точно так же. Всё равно вот эти вот какие-то моменты, да, которые я тебе сегодня расскажу, всё равно, может, запомнишь какие-то из них. И это… Может, они тебе пригодятся. Они в любом случае тебе пригодятся. Просто ты их будешь использовать как-то по-своему. И в своей вот уже технике. У меня, видишь, кисточка маленькая, получаются маленькие такие мазки. Немножко вот сейчас нос моим подбавим. Сделаем правильно, как он есть. Такое он есть. Как ты ещё не задохнулась тут? О, очень сильно пахнет. Сильно пахнет. Смешано. Ну вот буквально сейчас вот это всё просто вот замазываем. Даже не ушёл. А попробовать на этом якистечка? А потом уже начинаем сложить. Может быть, она очень похожа, потому что у меня вот… Мне кажется, она очень похожа. Ну, нет, она, конечно, приведу жестковато. Знаешь, в чём щетина? В том, что она вот до самых низов пробирает. Ну смотри, вот ты мозг положила. Очень похоже. Ну да, нет, я могу ей работать. Вот точно так же. Не стоит уж прям в крайне способно мне синтетику переходить. Да нет, ты можешь немножко купить. И, возможно, потом ты уже потихонечку поймёшь, что тебе нравится больше. Я могу ей… Просто она немного… Она всё равно проскрябывает, понимаешь? Синтетика она больше… Это… Ну… Кладёт мазочек всё равно… Полегче, так сказать. Вот здесь вот внизу у нас, значит, получается, да? Внизу у нас будет тень. Ты у меня там где отстал? Да не-не-не, я смотрю. Я куда же отстал мне тогда. Нет, у тебя слишком синий получается. Синий? Держи. Ну это я это… Тень, тень намешала. Так, тебе вот эта кисочка не нужна пока. Давай я её возьму, потому что мне не хватает этой маленькой кисочкой. И вот здесь вот сейчас тоже поставлю это. Нет, ты как хочешь, почему в одном стиле? У тебя всё работает. У меня… У меня… Я классику не люблю. У меня в основном так… Под глазками вот здесь вот, да? Здесь тёмная, дальше немножко это… Мне надо куклу для белых. А есть какие акценты? Акценты какие там есть? Акценты, да? Я люблю зелень. Морская волна у меня. Сейчас надеюсь. Вот здесь вот, естественно, под глазик. Морская волна. Морская волна. Морская волна. Морская волна. Типа сабирея. Сбахала стены. Вот примерно как вот это вот, типа небо вот такое. О, что это здесь? Это кисточка вообще коридорами. Морская тема, да? Не морская тема, да? У меня там просто серо-розовая прихожая такая. Коридор маленький-белый. И я их решила сделать ярким, чтобы хотя бы… Выделить это немножко. И мне теперь нужно туда что-то какую-то, допустим, да, картинку. Какую-какую. Я рисую, Валюша, вот это вот. У нас вот этот рисунок. Только смотри, мы его рисуем вот не так вот, да, как он идет, а наоборот. Угу. То есть смотри, вот так вот мазок кладем поперечно. Поняла? Поняла. Чтобы выделялись. Чтобы вот этих вот линий продолговать. То есть она и так, она и так линии. А если мы еще будем мазок вот так вот, да? Если мы еще будем мазоку так же класть, то она не будет объемной. Не будет нести… А когда мы вот так вот кладем, она уже это… Ой, получается больше. Не знаю какой. Что там у тебя? Выходит? Неплохо? Да. Иния уже, уже врисовывается, уже врисовывается. Мне конечно, блин, сложновато, что говорить. Я понимаю, что тебя слушали, даже за мной повторялись. Но это… потихонечку. Сейчас то, что ваше дело… Так… Еще немножко хочу сюда вот эту сделать… Эту… Морка, бардашки не хватает. Бардашки тут хватает. Бардашки тут хватает. Потому что, по-больше. У меня вот как раз на прикладе была еще с теми. А это у меня… А где малюка? Да я вот эту сонку, да? Как раз выдает, я попахну на зеркальце. Мордашку мы нарисуем. Ножку меня не хватает. Еще близко сижу. Но я вроде и так сижу дома близко. У меня мольперс немножко не такой. Ну слушать здесь музыка, это прям классно. Нерависся. Расслабляет. Да, в общем, да. Так, и делаем вот эти вот эти… На ушках тоже чтобы выделить. Так, давай я сейчас остановлюсь от своей работы. Что там у тебя? У меня неплохой код. Сейчас за глазами. 2 за 500 могу дать. Только мне их сфоткать. Ну тут вообще за 500 как бы любая работа. Вот эти вот, знаете, мне вот эти… Вот эти три, да? За 800. Давайте. Давайте. А как делать эти рамочки? Что делать? Я все не расскажу. Вот это надо художественную багетку. Можно я только кодку, чтобы убрать это с объявлением? Можно безналомские виды и все. Нет, это у меня тут уже перерасход. Могу и ждать? Вы не видели эту девушку? У нее вот такие белые волосы и грудь четвертого размера. Блондинка такая красавица вообще. Так что вот, вас фотографируют. Вам это надо. А я сфоткала уже? Вас, мы все вместе. Вас. А, с тобой сфоткать? Пойдем на руки. Спасибо вам. Так, Валечка, что-то надо рассказать вам? Давай, давай, пиши. Сейчас я красочку какой-нибудь добавлю, что у меня все проще. Закончу наши мордашки. Закончу наши мордашки. Болоко очень люблю. Упро? Упро, а светлю? Да. Ты нет? Знаешь что? Она вообще не перекрывающая. Непонимающая работа очень нравится. Не паникует. А нам? Наша наоборот не нравится. Какая-нибудь, знаешь, думаешь академические работы всем нравятся? Они, знаешь, какие? Они кажутся им скучные. Да. Ну так видишь, время-то как стремительно время меняется. Кажется вообще. И надо подстраиваться это под рынок. Естественно, в любом случае, что ты будешь учиться. Поэтому я не убиваюсь и не учусь сильно вот этому академизму. Хотя мне это нравится, мне это хочется. Ну. Я понимаю. Понимаю. Ведь в нем как бы вся и суть. А в Америке вообще не знают многие, что такое академизм. Они, да. У них я как бы смотрела. Джинар, ты видела ее? Она тоже кошка рисует животных. Да, мне нравится она. А тебе еще не нравится? Я даже не представляю, как она может нравиться. Ты че? Ой, я вообще был ей. Вот и на нее я этим и сейчас выравняюсь, можно сказать. Не, ну конечно, на кого-то надо равняться. Но у меня такие цвета, что я даже не знаю. Так, что тут у нас еще? Давайте обтоку, конечно. Давайте, давайте. Давайте. Я вот вам весь мастер-класс испоганила. Извините. А, это что? Мастер-класс идет сейчас, да? Все нормально. Не, не, наоборот. Пиши, пиши, Женя. Пиши, пиши, Женя. Я пишу, она тоже сама по себе. Все нормально. Тут еще, конечно, работы, но просто... Спальню надо, чтобы пара была чего-то, да? Сейчас они закончат? Да. Потом пойдем и пороемся, да. Да. Пусть они пойдут. Покройтесь, что? Покажи нас. Пошли куда-нибудь мы где пара? Ну вот все, что есть. Хочется на эту. Ну что, вот еще смотри. Бери готовы тогда, чтобы тебе не заморачиваться. Возьми. Вот какой-то готовый, которая... Вот три тысячи стоит. Три. Вообще халява. Вот полторы. Мне вот это нравится. Вот это нравится, а ты на нее снижаешь. Еще был такой глаз. У меня она мелькает. Пожалуйста. Глубые глаз в таких же цветах. Чайка сколько стоит? Да. Полторы, по-моему. Не, ну с рамкой, конечно. С рамкой я сама все делала. Это если бы не она делала... Или три. Я не знаю, там Наташа стена висит. То есть рамки, я даже боюсь, в багетку висит. А на что перевешивают на гвоздики какие-то? А я смотрю? Нет, на гвоздики если выклевают. Ты когда покупаешь рамку, там уже есть крепление. А там есть крючочек. А там, кто надо... Какая стена, что туда выклевается. Кому-то гвоздика достаточно, кому-то надо... Да. Спасибо. В общем, у меня... Я подняла уважение. У меня дело в грунке, который Наташа всю краску впитал. Дайте мне еще вот эту скуваю. Да, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Гулять, да гулять. Так и пахнет сильно. Валя прям умирает. Но у меня какой-то то ли второй, что ли... Валя, что ты делаешь это? Да, авторская. Что? Мне сверху еще покрасывается Алиса и вот этот крючок. Я и грыжу, и губы. Вот здесь губы-то уже сто лет назад. Да? Ты что-то это сейчас заметила? Ты не мог усить, да? Я... Я... Вроде вам нравится Алиса. Я на экране-то еще выдачу. А потом еще доделывал. Ну, надо тут постоянно добавлять. Да? Понятно. Что-то можно разделать на всю жизнь, что ли? Понятно. Это же гиалуронка. Да, да, да. Она у нас в организме есть, и она рассасывается. Сдуваются, сдуваются, я тебе говорю. Я еще просто за контур сегодня вышла. А я в Москве. А в Москве где вы будете? Дайте вашу визитку. А вы сами-то из Москвы, да? Уже практически из Москвы. Уже из Москвы. Уже из Москвы, да. Зайцева. Валя. Ты уже москвичка? Гони, Валентина, гони. У тебя ракета? Нет. Да. Номер останется, да? Номер останется. Валя уже москвичка коренная, при чем? Я москвичка? Коренная? А вы как хотели. Не меньше, не меньше. Господи, кто за меня еще не засасался? Спасибо за покупку. Сейчас я и девчонки. Ой, 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 ой. Валяца. Вас ударило? Не, не, меня не. Я нормальный, мне мягко. Ты сама смотри, аккуратно. Не знаю. Давай снимать. Я просто не знаю. Я тоже люблю такую жизнь. Это просто картина. Пойди отсюда. Ну, чтобы живопись была, живопись. А вы здесь с мастерицей? Я украшения искушую основную. Я, как художник, первый раз искушую. Я уехала в Москву. Ну, короче, сначала на Олимпиаду. Сейчас из Москвы к нам приедут? Нет. Она говорит, нет, дело-то в том, что знакомые-то здесь. Она говорит, жди сегодня. Мама говорит, купи бутылку шампанского и термос чаю. На ночь в музее должны прийти наши. Очень хорошо. Должны, значит... Еще и ночь в музее? Да. Мне очень нравится вот эта работа. Какой-то цен? Запишут. Еще и ночь в музее кого-то. А вы не слышали? Я что-то не слышала. Я участвовал один раз даже. Я уже не слышала. Ты тогда продал что-нибудь на чему-лею? Нет. Вот на ночь в музее у меня вообще ничего не было. Все продали. Что удивительно. Да. Что удивительно. Первые дни вообще не были очень добрые. Выступки у меня были продажи. У меня тоже. Не сегодня. Не знаю. Не вчера у меня была. Вчера вообще... Я поняла, что я просто деньги так отдала. А первые дни? Прямо хорошо. Помните, эту ночь в музее была на этих штрях? На этих... Треугольник. Артфест был? Да. Валентина, а у вас вы архитектурный или наша... Архитектурная академия закончила, да? Я дизайнер интерьера. Я тоже по интерьере. Ну я как платно там обучалась. И направление у меня было. Роспись. Художественная роспись. МТИ нет. Вау-ля. Потихонечку добавляем вот этих официентов. Светлых. Я это закончила. Куда только? Что закончила? Шадра закончила? Давай я не придумываю еще. Мне кажется, только параллельность. То есть они одного возраста? Да. Сколько им лет? С двадцать. Не сильно. Не сильно. Ну а сколько? С сорок пять? С пятьдесят. Ага. Валя, вот это вот тоже, короче, делаем мы с тобой. У тебя уже тридцатка? Да. Представляете? Я всегда была такой молодой. Уже не молодая. Среди всех. Все, когда тридцатка, значит все не молодая. Не-не, конечно, какая уже молодая. Я всегда говорю, ну там мы с девчонками и лоплюсь эту мысль. Когда-то это будет стрёмно, когда слышат, что мы с девчонками там или там девчонки на улице. Ну что, что с девчонками? Хватит. Парага. Что мы так же будем? Что ты хочешь? Будем молодец. Валюша, пока потихонечку, да, пока потихонечку все замазываем, как бы без этих, ну, пятнами пока. Спасибо, Наташа, прорекламировала. Здравствуйте. Вот притягиваем. Валюша, здесь вот будет у нас с тобой. Так я уже купила три картины свои, так еще надо же тоже помогать людям. У меня две сайты взяли, а одну вот это... А здесь вот есть. А тут у тебя, что нам намечено такое серое, холодное? Ну ты знаешь, я смотрю за ней, она мотает, мотает, почувствовала, что не хватает света. Залезла чуть-чуть краешком, затянула туда. У нее бам тональность, потому что чуть-чуть другая. Я даже не знаю, сможет она это объяснить или нет. Да, это уже интуитивно. Ну блин, Жень, ты сколько пишешь уже лет? А ты? Я пять лет. Ага, пять. Я пять лет пишу. А я двадцать? У меня была тетушка, когда училась, она все время говорила, девочки, вы женщины, скрещивайте операции, скрещивайте. И я капец сейчас не могу. А это когда ты делаешь одно, но параллельно надо еще... Да, скрещивать операции. Да, операции. И я сейчас даже не могу одно дело делать. Я сразу, блин, столько времени еще можно воткнуть туда. Я смотрю кино, телевизор, и там муж вопрос, он только кино смотрит, он еще вопросы мне задавал, и я ему рассказываю. То есть вот... Ну это так, если честно полезно. Ну это так, если честно полезная вещь. Конечно. Ну уже бесит, да? Не-не. Писать, ну-ка, ну-ка, я уже привыкла с вами тут работать. Говорить, писать, это же сложно. Когда ты один сам по себе, может, что такое... Ну это к этому покажешь. Это же получается, когда ты молодой рекомендируешь. Да, да. Чихать нельзя. Ну, ну это картофель... Что же я на чем-то писала? Картофель? Ой, просто... Да, у меня весь одного размера. дизайнер карлот вообще учете никакой короны сейчас глаз запишем будет как живой бумаги там ящик она просто бежит это столько на резко с чем не раньше и снова конечно такие уйти в интерьер на этом я короче когда говорю они не слышат 200 раз сказал она показала почему не сказала я вчера весь день говорила шляпами торговали а вот я женщина приходила говорил я шляп продаю надо чтобы не как торговать уже и при этом у меня знаешь какой большой 9 они это же небольшой с вас так сейчас полюбива с тобой фон откорректируем чтобы у нас было все нормально то ты вот на современное искусство а если в большом это будет вообще вау ну че я мне так нравится вообще я тоже что-нибудь поделаю классно мне очень нравится столько выбрасывается краски в будущем и шпак краска идиотуши валюши особенно краска не ею да там чипом льется 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 как и в ней как и нефти блин уходит из-под ног так ну что у нас тут важно я вас ну вот как бы с глазами со всем этим вожусь а уже естественно там мыть все это уже быстро быстро а ты как вот эти рыженькие пятна не будешь вот эти доноска он еще вишни прописан на которой конечно там будет низкосткая рыжая а нет мы же решили здесь что она хоть белый ты прямой эфир снимаешь да не я бедная закатка чисто валя оказывается лузов они валентина гаги скидь пошла В рамке все оформлено, беремешек, а тут у них тендент творческий соезд с ребенком. Валя, мне надо работу, как бы у тебя что-нибудь сейчас я посмотрю. Представляешь? А ты чего сидишь рисуешь? У меня же и работы-то и нету. Как нету? Внутри как сейчас надо у тебя еще есть. Не, мне вообще нравится все, она прям оформляет, круто еще. Я люблю это как оформленные работы. Сейчас мы что-нибудь поищем, Валя. А ты все уже, все закончилось. Мне не принципиально ничего. Ну, все разбудили маки. Всех друзей. Вот я сколько там. Вот, кстати, да. Сейчас что-нибудь посмотрим, подождите по камеру. Уже никогда не осталась. Так, ну что-то такой вот кривокосый получилось. То есть, ну ладно, Валя. Что-то есть, да и ладно, да. Это мне очень нравится. Это гуашь, кстати. Гуашь? Да. Акривым? Гуашь. И сверху акрилом покрыло, да? Наверное. Я не знаю. Гуашь. Гуашь. Вообще без масла. Валя, смотри, тебе такое вот. Ну, это не масло. Я сейчас посмотрю. Что это? У меня есть грибы, Валя. Это что-то, ляжет? Нет, грибы, это... Валя, чекать тепло-холодность соблюдаешь у меня? Да не чекай не соблюдаешь. Тепло-холодность очень важна. Она атмосферу тоже передает. Что тут сделаем сейчас эти? Пока замажем. Вчера Ефрема поливала, вчера похвалил. Да, ну... Да. Он подходил тебе? Он подходил, я смотрела, он в этих роется, думал, блин, ну почему он тут второй? Ну он тут и смотрит. О, дай мне, пожалуйста, ее купили, я потеряла. Думаю, что я в американцу отправлять буду. 10 долларов, ты что? Такого я за 50 продала? А я еще пришла. А я хотела спросить, а есть кролик без кролика, лисы, вот здесь что-нибудь вот такое? Здесь нет. Маленького нету? Гриб, наверное, есть. А гриб я тебе дам. Есть питочек гриб? А я хочу что-нибудь Алису или кролика. Гриб только есть. Женя, там же цел. Женя, там же цел. Женя? Я вижу, сейчас телефон возьмем. Очень страшно. Наверное, уже так это? Да-да, я-то могу так. Есть один. Я уже этих котов, знаешь? Ну, еще тут тоже грибы где-то есть. У меня кролика, кролика нету. А вы здесь тоже участвуете? Возь шляп, возь шляп. А я думаю, что тут... А, есть еще пастель. Ну, пастель сложная. А пастель это что, хорошо или? Да, все хорошо. Пастель это пастель. Отлично. И пастель тоже коварный. А еще есть вот такой же гриб. Полин, достань вон там за мане. За мане стоит гриб. Сколько стоит? Ну, мне нравится вот когда вот такими мазками. Ну да, это совсем другой. Вот есть такой вот гриб. И что у меня гриб? Нет, я уже грибы раздавала на... Что? А грибы понятно. Гриб обратно. Ну вот здесь вот по Роси, посмотрите. Хочу по Роси. Я хотела вот что-то... Я вчера в 42. Что продала? В Турке, думала, вот здесь есть. Там турецкая такая... В Турцию? Нет. В США. В Почетан. Я думала, что это будет. Без... Она у меня жиры. Дело вон, это как вместе с Алисой туда есть еще. Завтра я буду вообще очень хорошо продавать. Что буду продавать завтра? Что буду продавать? Очень хорошо. Нет, мне думают завтра. А, завтра же с Красивой. Даже Алису. 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 Поль, ты уже уходишь? Маленькая. Вот это вот. И мне комплект какой-то нужен к нему уже. У тебя что там? Как в этом... Что-то я продала? Что-то я продала? Что-то я продала? За май? Да. У меня там... Ну, вот это у меня. Да. У меня, блин, одна-то купила на 260. Это все. Такцы покрасить акрилами можно без рамки даже весить. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Ну, вот, друзья, закончили мы сеанс мастер-класса по живописи. Рыжий кот. Маслом. Маслом. Вот наш учитель офицерова Евгения. Ну, к сожалению, мой кот, конечно, он печальный получился. Но, тем не менее, я попробовала писать кисточкой. Для меня это пока очень сложно. Особенно в этой манере, как Женя пишет. Но, тем не менее, буду учиться дальше. Вот такой результат. Спасибо.